В разгаре лета и у нас в гостях заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Олег Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте. Как я понимаю, для вашего ведомства сезонность играет огромную роль. Скажите, на что сейчас направлены усилия сотрудников вашего ведомства? Летний период связан с определенным перечнем рисков, которые мы для себя определяем. И в каких направлениях мы ведем ту профилактическую работу. Можно разделить на несколько этапов. Первое – это возникновение пожаров в сельских населенных пунктах, в садоводческих товариществах, в частных жилых домах. Это связано с тем, что жители нашего района из Москвы выезжают на свои приусадебные участки и практически все лето проводят там. А сейчас какая ситуация с пожарами? Она действительно увеличилась, обострилась? Да, на сегодняшний момент, на 8 число произошло на территории района 327 пожаров. В результате данных пожаров погибли 3 человека и пострадало 4. Статируем, что много наших жителей и гостей выходят в лесные массивы. Это связано и с сбором грибов, с пикниками, готовят шашлыки и, соответственно, разводят открытый огонь, костры. В результате этого могут возникать лесные пожары. И тому пример – это Рязанская область, и часть пожаров переходила лесных на территорию Московской области, где в течение нескольких дней большим количеством личного состава, в том числе и добровольцам лесной охраны, были предприняты такие значительные усилия по ликвидации загорания в лесных массивах. Это, что касается возгораний. А, насколько я знаю, еще и водоемы тоже являются объектом пристального внимания сотрудников МЧС. Да, в связи с теплой погодой, конечно, открылся купальный сезон, доведу до населения нашего, что на территории Ленинского района мест для купания нет. Это связано с тем, что показатели воды не соответствуют гигиеническим нормам. Но вместе с тем муниципалитетом организованы места отдыха на воде. То есть там, где наши граждане или гости нашего района могут на берегу водоема отдохнуть. И есть какая-то инфраструктура. Таких мест четыре, они обозначены, официальных четыре, которые подготовлены в соответствии с установленными требованиями. Они есть, размещены эта информация на сайте администрации района. Обратиться, может быть, к нашим жителям, чтобы они на какие-то вещи обратили особое внимание, выезжая за город, отдыхая. Прежде всего, с 1 мая введен особый противопожарный режим постановлением губернатора Московской области. В этой связи на приусадебных участках запрещено разведение костров. Частая причина возникновения пожаров в частных домовладениях, ну и многоквартирных жилых домах, это детская шалость с огнем. Экспериментируют, зажигают какие-то конструкции, бумагу жгут, в том числе и на балконе картошку пекут. И такие случаи у нас были. Это приводит тоже к непоправимым последствиям. И что касается рисков поведения на воде, здесь ко всем обращаемся, что купаться возможно только в тех местах, которые официально открыты для купания. В тех местах однозначно должны дежурить спасательные службы со соответствующими средствами спасения. Если же этого нет, значит купаться там запрещено. Можно отдыхать у воды. Ну, как говорится, известны истины, но лишний раз их проговорить и еще раз заучить, в общем-то, наверное, не помешает. Олег Викторович, спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Олег Савченко.